Псалом Весь об Иисусе Христе, которая так важна для каждого из нас. И 2 Псалом мы пели «Когда в твои слова вникаю». Очень важно, когда мы слышим эти слова, которые здесь говорятся, и в них вникаем. То есть, эти слова, которые звучат к нашим сердцам, мы их принимаем себе, принимаем в свою жизнь, принимаем, что они звучат нам. И мы их растворяем верою. Мы слышали, брат говорил нам первый о победе, о том, что мы должны побеждать, побеждать все искушения, побеждать этот мир, побеждать все то, что приходит, искушения всякие, которые случаются в нашей жизни, и побеждать. И знаете, один говорил, что самая большая победа – это когда мы побеждаем кого? самого себя, когда мы себя можем победить, свое «я». Знаете, сегодня всякие бывают обстоятельства, Руслан уже напоминал вначале, что и жизнь наша идет, и она не в нашей власти. Она не в нашей власти, и вы слышали, что наша сестра, она попала в госпиталь, и серьезным состоянием здоровья. Мы будем об этом молиться, но сегодня я хотел бы поговорить немножко о нас, о нашем отношении к Слову Божьему, о нашем отношении к Служению Господу, о нашем следовании за Ним, за Иисусом Христом. И для этого я хотел бы, чтобы мы обратили внимание на Священное Писание, которое записано в Луки, в 9 главе. Конец 9 главы. И здесь пишется именно такое слово, и это событие было, когда Иисус Христос уже направлялся к Иерусалиму. Он уже шел в Иерусалим, зная, что его там ожидает. Он знал, что ему много нужно будет потерпеть от своих же братьев, от книжников, первосвященников, что его там встретят, что его предадут, его распнут, он будет страдать. И написано здесь из 51 стишка, «Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим». И Иисус Христос направился в Иерусалим. И вот на пути в Иерусалим он встречает нескольких людей. И я хотел бы, чтобы мы послушались 57 стишка. Случилось, что когда он был в пути, некто сказал ему, «Господи, я пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошел». Он встретил такого человека, да? Интересно, это был очень такой, как сказать, человек отважный и горело сердце его. И он говорит, «Господи, я пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошел». Помните, Петр тоже высказывал в одно время похожие слова, да? «Даже на смерть, Господи, даже на смерть я готов за Тобою». И этот человек говорит, что «Я пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошел». И что ему сказал Иисус? Интересный был ответ. Иисус сказал ему, «Лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Вроде бы этот человек был готов идти и делать что-то за Иисуса Христа, за Ним. И вот такой ответ он получил, что «Лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Вроде бы как Иисус Христос пытался Его испугать или Его толкнуть от Его решения, которое созрело в Его жизни. Но я хочу сказать, что Иисус этим словом, Он хотел Ему показать серьезность следования за Ним. Всю серьезность и ответственность следования за Иисусом Христом. Прочитаем место Коринфянам. Здесь апостол Павел пишет первое послание Коринфянам, 4 глава, с 11 стишка, где Он описывает о своем следовании за Иисусом Христом, насколько оно было легкое. И здесь Он говорит, «Даже до ныне терпим голод, жажду, наготу, побои, скитаемся, трудимся, работая собственными руками, злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим, мы терпим, хулят нас, мы молим, мы как сорт для мира, как прах, всеми попираемый до ныне». Это было следование за Иисусом Христом, апостола Павла. Он говорит о том состоянии, с которым ему приходилось встречаться, следуя за Иисусом Христом. Он не говорил, что, Он не говорит о том, что этот путь прекрасный, вы можете последовать моему примеру, следовать за Иисусом Христом. Он говорит, готовы ли мы последовать за Иисусом Христом именно этим путем, который Он шел. Иисус Христос обращался к этому человеку и говорил, что лисицы имеют норы. Даже лисицы, да, ну, звери, они имеют свое место, они имеют норы, они там могут успокоиться. Птицы небесные, они имеют гнезда. У них есть эти места, где их никто не тревожит, безопасные места, они обычно где-то высоко делают их, и они имеют там покой. Написано, что Сын Человеческий не имел где преклонить голову. Даже мы отмечали Его рождение и вспоминали о том, что Ему даже негде было родиться в этом мире, да? Как все люди. Ему негде было. Он родился в Хлеву, там, где находятся животные. И этот путь мы не видим и не написано дальше, что произошло с этим человеком, и какое его было решение в жизни. Оно не написано, но я думаю, что это не так важно для нас. важно то, что Иисус Христос, Он говорит, что следование за Ним, оно будет нелегким. И этот самый вопрос задавал апостол, апостол Петр, да? Написано 18 глава Луки, 28 стих. Здесь говорится 28-29 стишок. Петр же сказал, вот мы оставили все и последовали за тобою. Он этот вопрос как бы тоже имел перед собой. Что же нам будет? Вот мы оставили все и последовали за тобою. Он сказал им, Иисус, истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божьего, и не получил бы гораздо более в это время и век будущей и жизнь вечную. Слава Богу! Братья и сестры, Иисус Христос говорит апостолам, они имели также этот самый вопрос. Они следовали за Иисусом Христом три с половиной года, и они задавались этим вопросом, «Что же будет нам?» Хотя они, может быть, представляли это следование за Иисусом Христом немножко по-другому, они представляли это по-плоцки, но Иисус Христос сказал, что нет никого, кто что-то оставил бы в этом мире, оставил бы, последовал за Мною, не получил бы больше во сто крат в жизни этой и жизнь вечную. Это то, что Иисус Христос обещает тем, которые следуют за Ним. Но я хотел бы обратить наше внимание немножко дальше. В этой девятой главе Луки написано 59 стих, «А другому сказал, следуй за Мною». Иисус сказал другому человеку на этом же пути в Иерусалим, Он сказал другому человеку, следуй за Мною. Тот сказал, «Господи, позволь мне прежде пойти похоронить Отца Моего». Но Иисус сказал ему, предостав мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй, Царство Божие. Интересное место. Я не думаю, что этот человек, которому сказал, «Иисус Христос, следуй за Мною», и он говорит, что позволь мне пойти похоронить Отца Моего. Я не думаю, что его отец вот только умер, и он спешил на похорон. Я не думаю. Это было общее выражение, которое говорило о как бы ответственности детей к своим родителям, тем, которые уже в возрасте были. Они этим самым говорили, что у меня есть ответственность, у меня есть старенькие родители, я должен их досмотреть до смерти, я не могу сейчас их оставить, идти проповедовать Царство Божие, я не могу сейчас следовать за Тобою, потому что у меня есть другие обстоятельства, у меня есть родители. И когда я читал, Петр задавал этот вопрос, Иисус Христос там сделан акцент на это, что нет ни одного, кто оставил бы родителей ради Евангелия, ради благовествия, и не получил бы больше. Здесь говорится о том, что Бог призывает нас к чему-то большему благовествовать Царство Божие, быть последователями Его, следовать за Ним. И он говорит, что в следовании за Иисусом Христом ничто не должно стоять препятствием или преградою. Мы можем это делать, независимо от наших обстоятельств, нашей жизни, следование за Иисусом Христом. И давайте дальше прочитаем. Здесь еще была одна встреча, одна встреча, на которую я хотел бы больше немножко остановиться. Еще другой сказал, «Я пойду за Тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Это был еще один человек, которому нравился Иисус Христос, которому нравилось его, то, что он делал. И он говорит, «Господи, я пойду за Тобою, но позволь мне пойти и проститься с моими домашними». И что сказал Иисус? Иисус сказал ему, «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад неблагонадежен для Царствия Божия». Вот такие три встречи произошли в Иисусе Христа с тремя человеками. И я думаю, что это положение, вот эти все отношения вот этих трех людей, они очень часто встречаются в нашей жизни. Они как бы отображают наше следование за Иисусом Христом. Этот человек, я хотел бы немножко остановиться на этом последнем, который говорит, что, да, я хочу идти за Тобою, я согласен, я хочу следовать за Тобою, но, одно слово, но, стояло преградою. но, но, у меня другие обстоятельства. Господи, я хочу следовать за Тобою, но, не бывает ли в нашей жизни такого? Господи, да, я хочу следовать за Тобою, но, у меня такие, понимаешь, обстоятельства, которые мне сейчас не позволяют. у меня такая работа, бывает, мы на такой работе, что я вот, ну, не могу по-другому. Господи, у меня такие обстоятельства, что я не могу в этой ситуации по-другому поступить. Мне вспоминается жизнь наша в бывшем Советском Союзе, кто оттуда выехал, кто по-старше, может быть, вспомнит, знаете, особенно, когда мы жили и работали в колхозах, да, все люди воровали, да, вот говорили, что все вокруг колхозное, все вокруг мое, и все люди воровали, знаете, и христиане тоже на это шли, говорят, ну, а как прожить по-другому? Как на вот эту мизерную зарплату прожить? Ну, мы по-другому не можем. Господи, я хочу следовать за Тобой, но мы находимся вот в таких обстоятельствах, что мы не можем по-другому. и еще больше, кто пережил вот в Советском Союзе, кто строился, да, строил дома, тогда не было таких магазинов, вот как Home Depot, здесь Минарды, другие магазины, где продавались материалы, и все нужно было доставать. Знаете, что такое достать? Достать. Здесь такого нету в Америке понятия. Достать. Я достал, я достал, и это, знаете, из этого в колхозе платили, там взятки давали, и все, доставали, доставали. И это было, конечно, незаконно, это был грех, но люди говорили, ну, а как по-другому? По-другому невозможно, по-другому нельзя, по-другому жить нельзя, невозможно, ну, нету, мы находимся в таких обстоятельствах, что по-другому никак. Господи, я пойду за Тобою, но но вот эти обстоятельства меня заставляют жить, так как люди живут все вокруг. Братья и сестры, нам встречались такие обстоятельства, знакомые? Господи, я пойду за Тобою, я пойду, тракисты знают, я пойду за Тобою, но я должен вот эту нечестность здесь написать. Господи, я пойду, я хочу Тебе служить, но по-другому никак невозможно, Господи, я готов идти за Тобою, но вот эти обстоятельства, Господи, знаете, легче было бы сказать, Господи, я не пойду за Тобою, я не могу на этих условиях, Господи, я не могу честно Тебе служить, вот этот грех у меня есть такой, что я, ну, не могу его оставить, ну, ты же понимаешь, Господи, по-другому нельзя. Братья и сестры, этим самым мы делаем Господа участником в нашем грехе. Мы хотим сказать, Господи, ну, ты же понимаешь, что без этого греха я не могу следовать за Тобой, я должен это делать, как бы оно ни было, но я вот это должен делать, Господи, я пойду за Тобою, но вот эти обстоятельства мне не дают идти за Тобою, или же по-другому помните ситуацию, когда Иоанн Креститель проповедовал о правде Божьей и Ирод заключил его в темницу, он взял, посадил его в темницу и там интересное слово пишется, что Ирод, Ироду нравился Иоанн Креститель, он любил слушать его, он с удовольствием написано слушался его, и он призывал его к себе часто, слушал и многое делал по его слову, многое делал по его слову, но когда пришло вот это, пришло это время, пришел этот тест для Ирода, пришло это испытание, как ты поступишь в этой ситуации, вот Иоанн тебя обличил в конкретном твоем грехе, который ты сильно любишь, от которого ты не можешь отказаться, как ты поступишь в этой ситуации, и что Ирод сделал, он стал человекоубийцей, он убил Иоанна Крестителя, ради своего греха, который он не мог оставить, но перед этим ему нравилось его слушать, ему нравился этот муж, он был праведный, он правильно говорил, он говорил по слову Божьему, и Ирод слушался его во многом, но пришло время, когда он стал перед выбором, или же ты примешь его слово, или ты отвергнешь. Братья и сестры, я хочу сказать, что следование за Иисусом Христом, это очень серьезно в нашей жизни. Иногда мы встречаемся в нашей жизни, мы встречаемся, где нам нужно сделать выбор, или же мы будем следовать за Иисусом Христом, или же мы будем искать себе всякие оправдания, Господи, да, мне нравится, я хочу, мне нравится быть на служении, мне нравится слышать Слово Божие, мне нравится все, но полностью отдаться тебе на служение, но оставить вот этот мой любимый грех, я сегодня не готов, я не готов, Господи, я хочу тебе служить, но ты видишь, какой я занятый, ты видишь мои обстоятельства, ты видишь вот этот мой бизнес, я не могу сейчас все время, или же какое-то время посвятить тебе на служение, для меня дороже это, я без этого не смогу, братья и сестры, сегодня это слово, оно касается моего сердца, я сегодня хочу сказать, что это очень важное слово в жизни каждого из нас, можем ли мы сегодня сказать без этого слова, но господи, я готов следовать за тобою, куда бы ты не пошел, какие бы обстоятельства жизни меня не встретили, что бы не встретило в моей жизни, я сегодня хочу побеждать, я сегодня хочу идти за тобою, я хочу сегодня служить тебе без но, без этого слова но говорит господи, я пойду за тобою, я готов, я готов сегодня, но разреши мне разреши мне проситься с моими домашними, сколько тебе займет время проситься с твоими домашними, сколько ты уже с ними прощаешься, сколько ты прощаешься уже со своими греховными привычками, со своим любимым грехом, ты все прощаешься, не можешь проститься. Говорит, что я пойду за Тобою, Господи, но, но, да поможет Бог нам сегодня, чтобы нам действительно идти за Иисусом Христом без всяких условий. Это очень важно в жизни нашей. Это очень важно в жизни каждого из нас. Но Иисус Христос говорит, это нелегкий путь. Это путь борьбы. И, как Петя говорил, это путь победы, это путь войны, это путь сражений, это путь, который сегодня каждый христианин должен пройти. Как-то я слышал эту проповедь Кен Хованда, да, он говорил, и говорит, идет война, и мы находимся в этой войне. Ты должен что-то делать. Ты не можешь стоять и ничего не делать на войне. Ты должен делать то, что ты можешь. Ты должен делать то, что ты можешь во имя Господа. Поэтому, да благословит Бог сегодня каждого из нас, чтобы мы сегодня проверили себя, проверили свое сердце, проверили сегодня свое состояние, свое отношение с нашим Господом. Да, мы хотим быть в Царстве Божьем, мы хотим служить Ему, мы хотим, как апостол Петр и ученики задавали этот вопрос, а что же нам будет? А что же нам будет? И мы хотим, чтобы получить награду, братья и сестры. Но получается еще один такой интересный момент, один интересный момент. помните, ученики все следовали за Иисусом Христом до определенного момента, до определенного момента. И этот момент показал ихнюю неготовность следовать за Иисусом Христом везде, куда Он не шел. Помните, когда Иисус Христос перед своим страданием, Он начал открывать ученикам, что Ему нужно будет много пострадать. от первосвященников и книжников, что Ему нужно будет умереть, Ему нужно будет принять эту смерть и поношение. И что сказал апостол Петр, его самый близкий и горячий ученик, что он ответил? Господи, только не это, да не будет этого с Тобою. Будь милостив к себе, Господи, только не это, они готовы были на все, но только не на это. Апостол Петр, который следовал за Иисусом Христом три с половиной года, и когда вопрос стал конкретно между Иисусом Христом и Петром, у них произошло такое, как сказать, разделение, Петр не смог согласиться на то, что говорил Иисус Христос. Он сказал, что мне нужно будет претерпеть много, пострадать. И Петр сказал, Господи, будь милостив к себе, Господи, только не это. И что Иисус Христос сказал? Отойди от меня, сатана, потому что ты мыслишь не о том, что Божье, а что человеческое. И с этого момента произошел вот этот разрыв между Петром и Иисусом Христом. Да, Петр следовал за Иисусом Христом. Он ходил, он даже меч с собой взял, когда они шли в Гесиманию. Но что дальше написано? Когда Иисуса Христа взяли, Петр следовал, он продолжал следовать за Иисусом Христом, но издали. Он следовал за Ним издали. Так написано. Все ученики рассеялись, они все разбежались, но Петр он сильно любил Иисуса. Написано, он следовал за Ним, но следовал издали. Он следовал сдалека. Очень часто в жизни нашей мы тоже следуем за Иисусом, но издали. Издали. Так легче. Издали. И что получилось? К чему пришел апостол Петр, следуя за Иисусом Христом издали? Ему стало холодно. Он стал греться у чужого костра. Ему холодно стало без Иисуса Христа. Ему стало холодно, как-то Иисус Христос задал вопрос своим ученикам. Когда вы были со мною, имели ли вы нужду в чем? они сказали нет. Мы ни в чем не имели нужды. Но здесь Петр стал следовать за Иисусом Христом издали. Он оставил его, он следовал издали и грелся в этого костра. И что произошло? Девочка показала на него пальцем говорит, это тоже из них, этот из них. и Петр превратился в отступника. Он отказался от Иисуса Христа, потому что он стал следовать за Иисусом Христом издали. Он удалился от Иисуса Христа. Он удалился от Него. Он стал следовать, да, он продолжал следовать, но он следовал за Ним издали. Иисус Христос говорил этим всем людям, говорит, Он говорит, следуй за мной. Он сказал, следуй за мной. Следуй, последуй за мной. В этих словах Иисуса Христа есть уверенность для каждого, кто за Ним следует. Следуй за мной, по моим следам. Путь проложенный. Как мы слышали, Он говорил, я есть путь, истина и жизнь. Я есть этот путь, следуй за мной, и все будет хорошо. Следуй за мной, и ты будешь спасен. Следуй за мной, и ты будешь иметь жизнь вечную. Следуй за мной, без всякого но. Следуй за мной. Братья и сестры, очень важно в жизни каждого из нас следовать за Иисусом Христом. И я хотел бы сегодня, чтобы каждый из нас проверили свое следование за Иисусом Христом. Как я сегодня следую за Ним? Какой сегодня мой ответ? Господи, я хочу следовать за Тобой, но. Можем ли мы сказать сегодня, Господи, я хочу следовать за Тобой, без но, без этих условий, которые мы иногда ставим и думаем, что они оправданы, они не оправданы. Братья и сестры, да поможет Бог нам, чтобы нам следовать за Иисусом Христом. И впоследствии, конечно, Иисус Христос Петра восстановил. И мы читаем в последней главе Иоанна, где пишется о том, где Иисус Христос сказал Петру, любишь ли ты меня? Он испытал его, он подверг его этому тесту. Он говорит, да, Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю Тебя. И в конце он сказал, следуй за Мною. В конце же он сказал ему, следуй, Петр, за Мною. Следуй за Мною. Петро последовал за Иисусом Христом, но тогда, он говорит, оглянулся, видел, Иоанн тоже идет. И он говорит, а вон что? Христос говорит, что тебе до того? Ты следуй за Мною. Что тебе до ближнего твоего? Ты следуй за Мною. Ты следуй за Мною. Не смотри на окружающих. Не смотри на тех, которые рядом. И может быть не так следуют. Или по-другому. Ты следуй за Мною. Братья и сестры, это сегодня слово ко мне. Это каждому из нас. Как ты сегодня следуешь за Иисусом Христом? Готов ли ты всецело отдать себя на служение Иисусу Христу? Готов ли ты без всяких условий отказаться от этого, что сегодня стоит преградою твоей жизни и последовать всецело за Иисусом Христом? Братья и сестры, время коротко. Очень коротко. И мы видим вокруг нас, как все совершается. Иногда люди не ценят тем временем, которое Бог дает. Но когда попадают различные обстоятельства. Вчера мы были и посещали сестру нашу Катю. И она говорит, да. Сейчас много у меня есть возможностей, времени все пересмотреть. Все пересмыслить. Все передумать. Когда случаются обстоятельства. И жизнь наша, она не в нашей власти. И все, говорит, проходит передо мною. Я все вспоминаю. Все анализирую. Братья и сестры, иногда приходят такие обстоятельства. И мы переоцениваем свою жизнь. И мы приходим к какому-то заключению, что все, что мы говорили «но», оно не имеет никакой ценности. Никакой ценности перед Богом. Никакой ценности перед вечностью. Мы от Него должны отказаться. От этого «но» и последовать за Иисусом Христом. Как этот первый человек сказал, «Господи, я готов, я последую за Тобой, туда, куда Ты не пойдешь». Иисус Христос говорит «Готов? Готов? Вот эти условия. Вот эти условия. Но Тебя ожидает жизнь вечная. Тебя ожидает намного больше. Да благословит Господь. Сегодня каждый из нас, братья и сестры, мы перед, может быть, многие из нас перед особо важными или же неоправедленными условиями нашего следования за Иисусом Христом. Все может поменяться. Мы видим сегодняшнюю обстановку нашей страны. Она напряженная. Хотя новое, вроде бы, уже правительство вступило в свою власть, но мы видим, что происходит. И очень может все поменяться. И каждого из нас, Бог может испытать наше следование за Ним. Поэтому сегодня я хотел бы, чтобы мы проверили себя, насколько наше основание следования за Иисусом Христом твердо. насколько мы сегодня на твердом основании следования за нашим Господом. Не будет ли в нашей жизни что-нибудь подобное для этих людей, которые говорят, Господи, я готов следовать за Тобой, но позволь мне это сделать на моих условиях. Братья и сестры, это никогда не получится. Поэтому да поможет Бог сегодня, чтобы каждому из нас сделать твердое решение следования за Ним. Именно так, как Слово Божие нас призывает. Да благослови сегодня Бог каждого из нас. И я хотел бы, чтобы мы сегодня искренне помолились Господу, сказали ему, Господи, да, до этого часа я вроде бы следовал за Тобою, но я вроде бы шел за Тобою, но у меня было много условий. Я не следовал за Тобою так, как Ты хотел, чтобы я следовал. Мое все время я использовал не совсем правильно. Господи, я хочу в этом покаяться, я хочу поменять, я хочу следовать за Тобою так, как Ты этого хочешь. Братья и сестры, если мы придем к этому желанию, Он всегда поможет. Он поможет нам следовать за Ним. Он поможет нам преодолевать все эти искушения. Иисус Христос говорит, Я есть путь, истина и жизнь, следуй за Мной. Нам не нужно идти путем неопределенным, новым. Нам нужно идти за Ним, за Иисусом Христом, следовать по Его следам, следовать по уже проложенному пути. Поэтому да поможет Бог нам, чтобы нам сегодня следовать за Ним. как мы пели этот псалом, когда в Твои слова вникаю, когда в Твои слова вникаю, да поможет Бог нам сегодня вникать в эти слова в нашей жизни, чтобы нам следовать за Иисусом Христом без всяких но, без всяких условий. мы будем идти к молитве. И если в нашей жизни мы заметили, что где-то было что-то неправильное, не так, сегодня у нас есть возможность что-то поправить, что-то изменить, может быть, пойти другим путем за Иисусом Христом, следовать за Ним. Да благосовит Бог, братья и сестры, да благосовит Он сегодня каждому из нас, чтобы Он дал нам силы, дал нам вот этой победы, победить себя, победить свое, победить, может быть, и отбросить, может быть, что-то то, что сегодня, до этого времени было для нас важным, что-то, что было для нас, чем то, что мы им, может быть, ценили, но в глазах Божьих оно не есть правильным, чтобы нам это оставить, и следовать за Ним без всяких условий. Да благосовит Бог каждому из нас. Мы склоняясь будем молиться, приходить к нашему Господу, добыть Ему слава. Аминь. Благосовит Бог, имени Твоему вечному Господь, я благодарю Тебя за Твое Слово, которое есть живо, которое действовало, которое сегодня, Господи, дарует нам спасение и оправдание. Сегодня Ты, Господи, ведешь нас Твоим путем, и Ты говоришь, следуй за Мною, следуй по моим путям, Господи. Я прошу Тебя, помоги нам, Господи Боже, в нашем следовании за Тобой. Помоги нам, Господи, идти путем правды. Помоги нам, Господи, идти не смотреть на окружающих нас. Я прошу Тебя, Господь, благослови сегодня каждого моего брата и сестру. Благослови, Боже, чтобы нам, Господи, идти за Тобою, Господи, без всяких условий, Боже, я прошу Тебя, Отец Небесный, да будет Твоя воля, да будет Твое водительство в жизни нашей, да будет Твоя благодать и Дух Твой Святой, да поведет сегодня Твою Церковь, Твой народ, Твоих искупленных, Боже, я молю Тебя, Отец Небесный, благослови сегодня каждого в отдельности, благослови сегодня каждого на этом месте, чтобы нам, Господи, служить Тебе, Господи, всем нашим сердцем, Боже, я молю Тебя, Отец Небесный, о, да будешь Ты прославлен Твоей Церкви, да будешь Ты возвеличен народе Твоем, да будешь Ты превознесен, Господь, я благодарен Тебе, я славлю Тебя, я превозношу Твое имя, благослови, Господь, каждого из нас, благослови, поведи Твоим путем, путем правды, путем истины, Боже, да будет милость Твоя и Твое водительство в жизни нашей, я прошу Тебя, Господь, Ты знаешь каждого сердца сегодня на этом месте, Ты знаешь, Господи, есть состояние каждого, кто может быть сегодня в нерешении, Господи, идти за Тобою, кто сегодня, Господи, может быть, борется с какими-то обстоятельствами, помоги, Господь, помоги сегодня побеждать, помоги сегодня, Господи, нам идти за Тобою, Господи, не издали, но идти рядом с Тобою, Боже, я молю Тебя, Отец Небесный, да будет Твоя воля, да будет Твое благоволение, да будет Твое водительство в жизни, и каждого дельности, помоги нам, Господи, быть верными Тебе во всех обстоятельствах жизни нашей, Боже, я прошу Тебя, благослови, и да будет воля Твоя, да будет Твое водительство, да будет милость Твоя над нами, и Твоя рука, да, сопровождает сегодня каждого из нас, Боже, прибудь с нами и благослови нас, вечный наш пастырь, Тебе за все слава, Тебе хвала и поклонение, Тебе слава и благодарение, Господь, за Твою милость и благодать, за все, что Ты сделал для нас, Тебе слава, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова